Курма, Кирилла, 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 Кирилла! 13 января для города теперь знаменательная дата. В этот день Кумертал впервые принял открытый республиканский турнир на призы главы администрации городского округа по тяжелой атлетике. Соревнования посетили первые лица города, а также профессиональные тренеры и спортсмены этого вида спорта. Турнир посетил президент Федерации Республики Башкортостан по тяжелой атлетике Виктор Конарев. Я как тренер, как президент Федерации хочу поблагодарить организаторов, что все на высшем уровне. Ребятам нравится. Светло, просторно, уютно, тепло. В общем, никаких нареканий. Все идет своим чередом. Разминочный зал, соревновательный помост. Все на должном уровне. Рекордное количество спортсменов собрал этот турнир. Всего в соревнованиях приняло участие 72 тяжелоатлета. Это юноши и девушки 2000 года рождения и младше. На турнир приехали спортсмены из города Уфы и Уфимского района, Стерлитамака, Салавата, а также тяжелоатлеты из нашего города. Основная цель этого турнира – отбор лучших тяжелоатлетов на всероссийские соревнования. Сейчас после новогодних каникул. Кто-то уезжал, кто-то тренировался, не вылазил из спортзалов. Поэтому прежде всего должны показать свои результаты. На основании этих результатов уже будем формировать команду сборной республики на первенство России. Некоторые из них еще только начинающие тяжелоатлеты. Но среди них есть уже и кандидаты в мастера спорта. Главное для сегодняшних участников турнира – не только показать свои результаты, но и побить собственные рекорды. Сюда на помост выходят только самые сильные спортсмены. А в это время их тренеры становятся участниками нешуточной тактической борьбы. Для отбора на российское соревнование необходимо показывать высочайшие результаты. Так, например, спортсменка из Уфы преподнесла сюрприз своему тренеру, выиграв соревнование. Выполнила высшие нормативы кандидата в мастера спорта. А ждали? Честно говоря, нет. Не думал. То есть для вас это тоже сюрприз? Ну, как бы я знал, что есть шанс. Она использовала все шесть подходов. Этого хватило. Если бы один хотя бы смазал, не выполнила. Ну, собралась девочка. Молодец. А вот сама спортсменка была на 100% уверена в своей победе. Возможно, уверенность в себе помогла у Фимки выиграть турнир. Соперников я тут не была, как таковы. Есть такая минералая бина. Мы будем вместе на Россию уступать в одну категорскую силу. Я, да, я была уверена в победе. Башки не так много, но их запистили. На этом республиканское соревнование не закончится. Буквально через пару недель в городе Салават состоится турнир среди юношей и девушек 1991 года рождения. Лучший из них выступит на первенстве России, который пройдет в городе Зеленогорск. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС.